С приходом лета ремонтные работы на многих региональных трассах Верхневолжья заметно активизировались. Общая протяженность приводимых в порядок участков составляет 154 километра. Всего за ремонтную кампанию 2020 года в области планируют переложить 536 километров асфальта. В том числе часть из них будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его исполнение рассмотрели на заседании регионального правительства. Работы на некоторых участках начались еще в прошлом году. Так продолжается ремонт на дороге Тверь-Бежеск-Весьегонск-Устюжно. План включен участок протяженностью более 24 километров в Ромешковском и Бежеском районах. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин. Ремонтируется 5-километровый участок трассы Торжок-Осташков-Кувшиновском районе. В настоящее время здесь идет фрезеровка покрытия. На дороге Осташков-Сележарово-Ржев приводится в порядок свыше 28 километров в Сележаровском муниципальном округе и Ржевском районе. На объектах уложен верхний слой покрытия и укрепляются обочины. Конечно, основной упор делаем на межрегиональные дороги, которые испытывают повышенную нагрузку и высоко востребованные. Ну и, конечно, за строительство новых дорог или реконструкция дорог. В областной столице также ведутся работы на ряде объектов. Планируется за этот год привести в порядок около 60 километров дорог. Это 46 объектов в Центральном, Московском, Пролетарском и Заволжском районах. Так недавно завершились работы на Московском шоссе в Твери. При ремонте самой дороги для того, чтобы покрытие было прочнее, на некоторых участках использовали геосетку. На нее укладывается выравнивающий слой и только затем верхний слой прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. А после нанесения разметки здесь немного изменилась схема движения, что сделало его более безопасным. Было две полосы с большой шириной. И зачастую машины пытались втиснуться в нее в потоки в две полосы, что было на самом деле небезопасно. Поэтому было принято решение с точки зрения безопасности организации дорожного движения сделать нормальные полноценные полосы с одной переменной полосой для осуществления обгонов и левых поворотов. Общаясь с журналистами по завершении заседания, Игорь Руденя подчеркнул, главной задачей соблюдения графика работ обеспечения контроля качества. При ремонте должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации от 5 до 8 лет.